Двое украинских бойцов и местная жительница были ранены на Донбассе за минувшие сутки. В районе Авдеевки по позициям военных враг несколько раз открывал огонь из танка и БМП. На одном из опорных пунктов на Светлодарской дуге работал сегодня Геннадий Вивденко. На Добальцевском направлении сохраняется определенная тишина, но по крайней мере сегодня с утра противник не стрелял. Украинские военные считают, что противник частично деморализованный, военные действия вести пока не желает. Это можно назвать громкой тишиной. Раз за разом оккупанты провоцируют наши войска из тяжелого вооружения. Вчера тоже бахнули, провокации были, но хлопцы сдержались. В обед из рамки противник Белеш-Мянч у нас соблюдается перемирие. Люди находятся на позиции, находятся в боевом стане. За пару недель с той стороны срезали опоры электропередач, убирают артиллерийские ориентиры, уверены украинские военные, готовят вторую линию траншей. На днях разведгруппа противника пыталась проникнуть через нашу оборону на линии сел Троицкое и Луганское. Пришлось вступить в бой. В последний раз 150, где-то 200 метров повзли. На моих рецепт, конечно. Ну, трава дуже высокая. Поднялась трава, сейчас она трошки пожевтише. Пытаются прощупать, пристреливаются сначала. Начинают, начиная, ну, васильки называем, восьмидесятки. Ну, а потом уже по более 120-й идет. В поселке Троицкое, тем временем пользуясь определенным затишьем, бойцы решили соорудить часовню. Для себя и местных жителей. Священники из Донецкой области привезли хоругви, старые и новые иконы. И вот вдруг провоцирующий одиночный выстрел из крупнокалиберного миномета со стороны врага. Это вот икона Архангела говорила, это уже новая полиграфия. А это что было? Это что-то прилетело куда-то. Тут постоянно бывает так, особенно в вечере. Громкое перемирие здесь с начала июня. Однако безопаснее в Донецком направлении не стало. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей.